То, что эти комнаты сейчас пустые, скорее исключение. Обычно их постояльцы попадают сюда ближе к ночи. Их привозит полиция, скорая, просто прохожая. Потому что именно здесь люди в алкогольном и наркотическом опьянении могут прийти в себя. Для этого созданы все условия. Чтобы человек ничего не поломал, в комнатах нет даже тумбочек. Чтобы не сбежал, в коридорах всегда дежурит охрана. Двери в помещении не закрывают даже ночью. Процесс отрезвления происходит под постоянным контролем. Но без капельниц, уколов и таблеток. Только душ, крепкий сон и обильное питье. Именно по такому принципу в Туле теперь работает новый вотрезвитель. Если человек находится в опьянении при этом сознании, да, он может быть самостоятельно не может покинуть учреждение, но тут крайне агрессивен, представляет угрозу для сотрудников, для других лиц, которые здесь находятся, то, естественно, мы вызываем сотрудников полиции, которые уже в соответствии со своим законодательством, правовыми компонентами будут определять решение. Может быть, ему все-таки необходимо пребывать не у нас, а где-то в специальных изоляторах вероятное содержание у них. Также, может быть, человек поступает с оружием, с наркотиками, то есть тоже какие-то опасные моменты могут от него исходить. Мы вызываем сотрудников полиции, в дальнейшем уже с ними выстраиваем взаимодействие. За пять дней работы здесь побывали уже 70 человек. Получается, в среднем это 14 человек в сутки. При том, что одномоментно вотрезвитель может принять до 20 человек. Пребывание здесь бесплатное. О том, что туляк провел в таком заведении ночь, на работу потом не сообщают. Подобная общественная анонимность – один из принципов работы учреждения. Отдельно у нас палата для женщин, отдельно палата для мужчин. Естественно, это все разделяется. Пребывание досуточное. Но если, допустим, сутки заканчиваются у человека на ночное время, это в период с 22.00 до 6 утра, то этот период может продляться до истечения этого ночного периода. Первый вытрезвитель в Туле открыли в 1904 году. Его назвали приютом для опьяневших, и располагался он на улице Сойфера. Оригинальное здание не сохранилось. На этом месте сейчас типография. 120 лет назад при поступлении в такой приют выпивших отпаивали борщом и рассолом, а для снятия зависимости делали уколы мышьяка и даже применяли гипноз. Главный вытрезвитель в советское время находился на улице Металистов. Сейчас там музей Куликового поля. Но попавшие туда получали не только медицинскую помощь, но и осуждение общества. Сообщали на работу, это однозначно. Если это был член партии ЛВК, следовали взысканию по партии на комсомольской линии. Ну, решение премии однозначно. Еще были проработки и на товарищеских судах, и на партсобраниях. Что угодно могло было быть. В общем, человек имел кучу неприятностей. Все вытрезвители в регионе были закрыты в 2011 году. Но статистика показала, что с этого момента выросло количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому спустя 13 лет в Туле решили подобное учреждение возродить. Теперь в круглосуточном режиме оно принимает всех, кто проиграл борьбу с зеленым змеем. В надежде, чтобы это поражение было только в битве, а не в войне. Варвара Игнатова, Руслан Кравченко, Первый Тульский.